Доброе кафе в Захаровской школе уже готово продолжить работу летом и кормить детей из лагеря, организованного на базе учебного учреждения вкусной едой. С 1 июня сюда станут ходить 45 человек. Здесь же будут питаться и ребята из лагеря «Юный пушкинист», который будет располагаться в здании Захаровского ДК. Пока организации проходят проверку. Комиссия очень серьезная, где по чек-листу проверяется готовность дневного прибивания лагеря. Ну и параллельно мы смотрим, если будут открыты трудовые лагеря, они будут открыты. Порядка 2000 ребят будут в этих лагерях. Это большое подспорье для родителей, которые спокойно будут находиться дома, потому что дети будут заняты. Здесь им точно скучать не придется. В распоряжении ребят будут классы для отдыха, игровые комнаты, спортзал. Они смогут совершать прогулки по Захаровскому парку и участвовать в различных активностях. Засуг у нас очень интересный. Здесь у нас давным-давно работают спортивные секции греко-римской борьбы, поэтому в лагере два учителя физической культуры. Это спортивные мероприятия, это конкурсы. Попасть на смену смогут все желающие. В приоритете ребята из малообеспеченных семей и дети участников СВО. Для родителей такой отдых решает сразу несколько задач. Школьники будут не только под присмотром, но и заняты полезными делами. Прежде всего, социум, высокое, культурное, спортивное мероприятие. Дети девять месяцев рядышком находятся, и потом есть какое-то продолжение, ведь вот эти вот 21 день побыть вместе друг с другом, не расставаясь. Идея прекрасная. Я ее как родители, от лица родительского фронта, В этих лагерях все нормативы по работе соблюдены, учреждения готовы принимать юных воспитанников. Всего в нашем округе свои двери для детей в летний период откроют 35 пришкольных лагерей, которые примут порядка двух тысяч ребят. Полина Бахова, Илья Павлов, телекомпания Одинцова.